Продолжает эфир своего ТВ программа Актуальное интервью. В студии Роман Выстараб. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней беседы ситуация на рынке труда в Ставропольском крае. И наш сегодняшний гость на линии скайп Лейла Свекольникова, начальник отдела анализа рынка труда и содействия трудоустройства у населения Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Лейла Гирихановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте начнем сначала, поговорим о рынке труда, какой он сейчас. 2020 год был сложным в плане трудоустройства, много безработицы, много предприятий, которые закрылись. Вот сейчас начнем сначала, каковы функции специалистов центра занятости и постепенно уже перейдем о всей ситуации. Ну, что касается функций специалистов центра занятости, самая главная и основная функция это содействие трудоустройству населения и оказание других услуг, которые также этому трудоустройству способствуют, вспомогательных. Прошлый год он был особенный по сравнению с другими годами, скажем так. И особенность эта заключалась в том, что обращаемость стала намного выше и увеличение этой обращаемости мы связываем не только с тем, что закрылись предприятия или людей попросили уволиться, а также с тем, что правительством был увеличен размер пособия по безработице и введены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. И введение этих дополнительных мер поддержки населения вызвало приток в службу занятости людей, которые раньше никогда к нам не обращались по разным причинам, а теперь обратились, потому что хотели получить эти повышенные выплаты. Тем более, что мы перешли на... в прошлом году мы работали дистанционно. Это для людей было удобно, поэтому они подавали заявление не столько за содействием в трудоустройстве, а многие, больше половины, я бы сказала, именно в целях получения социальных выплат. Скажите, пожалуйста, сколько граждан было отправлено на профессиональное обучение и сколько граждан трудоустроилось? На профессиональное обучение мы отправили 1019 безработных граждан. Цифра сопоставимая с прошлым годом. Трудоустроили мы 26 533 человека, это на 408 человек больше, чем в 2019 году. То есть количество трудоустроенных даже больше, чем в 2019 году. Но если посмотреть в относительных цифрах, то уровень трудоустройства будет значительно ниже. И это связано именно с тем, о чем я говорила вот сначала, что к нам обратились граждане, и их больше половины от общего количества, которые не мотивированы на трудоустройство. И целью обращения в службы занятости было получение пособия по безработице. Такие халтурщики ленивые. Ну, халтурщики или не халтурщики, я бы не стала так говорить. Но это граждане, которые либо заняты в домашнем хозяйстве, там женщины, которые воспитывают детей, которым повезло их, мужья обеспечивают. Либо же граждане, которые заняты в домашнем хозяйстве производством продукции для собственных нужд. То есть они как бы такие самодостаточные и не нуждались никогда в наших услугах. Потому что я в первой части программы сказала, что основная наша функция – содействие в трудоустройстве. А в трудоустройстве они не нуждаются. А сейчас немножечко в этом году акцент сменился. Людей пришло очень много. Нам нужно было очень быстро обрабатывать все эти заявления, чтобы люди вовремя получали свои выплаты. И немножечко акцент с трудоустройства сменился на выплату пособия. И вот как раз вот это вызвало изменения от показателей рынка труда. Вы скажите, как долго человек может стоять на учете в центре занятости? На учете в центре занятости человек может стоять так долго, сколько он хочет. То есть мы ему все время будем оказывать содействие в трудоустройстве, но пособие получать он будет не весь этот период. Период выплаты пособия по безработице ограничен шестью и тремя месяцами в зависимости от категории. То есть дальше, когда период выплаты пособия истекает, гражданин продолжает состоять у нас на учете, ему оказываются услуги в сфере занятости, ему подбираются вакансии, но выплат он дальше не получает. То есть я правильно понимаю, человек стоит на учете, ему предлагается вариант работы, он может отказываться по каким-то причинам, может быть ему не нравится, ему это неудобно в каких-то смыслах. И это может продолжаться неограниченное количество времени? Практически до бесконечности. То есть принудительно с учета никого мы не снимаем. То есть у нас гражданы снимаются с учета либо потому что они трудоустроились, либо потому что они отказались от услуг центра занятости, либо они приступили к профессиональному обучению, а то, что мы там снимаем с учета, такого нет. А если они прошли профессиональное обучение, есть какое-то обязательное условие, что если прошел, значит ты должен в дальнейшем трудоустроиться? Или опять же, человек прошел и ждет своего заветного места? Обязательства такого нету, но мы, конечно же, стараемся, чтобы как можно больше граждан после профобучения трудоустраивались. И продолжаем оказывать содействие в трудоустройстве и после завершения профессионального обучения. Рынок труда характеризуется несовпадением спроса и предложения рабочей силы вот сейчас. Ну такая ситуация, она наблюдается не только сейчас, но и, как я бы даже сказала, постоянно. То, что работодателям требуются специалисты одни, а на учете состоят у нас граждане другие. Это у нас наблюдается, это постоянный дизайнер, баланс у нас наблюдается с работниками в сфере образования и с медицинскими работниками, особенно в сельской местности. Постоянно нужны врачи, различные специалисты, постоянно нужны учителя тоже различных специальностей, а на учете такие граждане у нас редко состоят, потому что эти специалисты востребованы, они, как правило, если обращаются, они быстро трудоустраиваются у нас и не задерживаются на учете. А вакансии эти есть практически вот из года в год. То есть как-то избежать этой ситуации, получив профессиональное образование дополнительное или переквалифицироваться. Есть такие ситуации у людей? Есть, конечно. Вот на это и у нас другие сопутствующие услуги направлены. Например, мы оказываем услуги по профессиональной ориентации, мы оказываем услуги по профессиональному обучению. Эти услуги как раз-таки на устранение этого дисбаланса и направлены. Скажите, вот мы уже говорили с вами, вы не раз сказали про пособие. Как можно получить пособие и найти работу в сейчас непростое время, во время пандемии? Ну, что давайте начнем с пособия. Это проще всего. Ну, я должна сказать, что мы продолжаем, пока действуют ограничения, работать в дистанционном режиме. И для того, чтобы получить пособие по безработице, так же, как и весь прошлый год, нужно просто подать заявление либо на портал работа в России, трудвсем.ру, или на портал государственных услуг, единый портал государственных услуг. Заявление к нам поступает, мы его рассматриваем. 11 дней дается службе занятости для того, чтобы попробовать гражданина трудоустроить. Если в течение 11 дней трудоустроить гражданина не удалось, ему назначается пособие по безработице. Это то, что касается пособия. Что касается содействия трудоустройству. Вакансии у нас в базе данных есть. Вакансии были весь прошлый год. И несмотря на то, что была сложная ситуация, всегда меньше 30 тысяч вакансий по состоянию на какой-то определенный день у нас не было. Никогда. Поэтому вакансии есть. И, соответственно, в этом году мы работу по трудоустройству будем активизировать. Сейчас уже вал заявлений, которые с целью получения пособия по безработице уменьшился. И немножечко руки у наших специалистов центра занятости освободились для того, чтобы заняться своей непосредственной работой. А именно содействием в трудоустройстве. Поэтому мы планируем с февраля месяца переходить на режим подбора работы с явкой в центры занятости. То есть наши специалисты, когда поступает заявление на портал Госуслуг или на портал Работа в России по имеющимся вакансиям, которые есть у нас в базе, будут пытаться гражданину и в соответствии с имеющейся у нас информацией о гражданине пытаться подобрать ему работу. Если варианты трудоустройства будут находиться, наши специалисты всеми доступными способами, через личные кабинеты портала Госуслуг, через личные кабинеты Трудсем, через личные кабинеты нашего портала Ставзанру, по телефону, по электронной почте, всеми доступными способами будут приглашать наших соискателей в центры занятости на подбор работы для того, чтобы вручить им направление к работодателю. И у нас просьба большая отслеживать эти заявления и в установленные сроки являться в центры занятости. Это ускорит процесс трудоустройства. А скажите, может ли предприниматель вынужденный прекратить свою деятельность, получать пособие и что ему необходимо, какие предоставить документы для этого нужно? И еще, можно ли это сделать дистанционно? Да, конечно, точно так же, как и любой другой гражданин. Заходим на портал Трудсем, заполняем заявление, там все необходимые поля есть, которые надо оказать, всю остальную информацию мы по каналам межведомственного взаимодействия получим на нем. Точно так же будет назначено пособие, точно так же будет оказано содействие в трудоустройстве. Вот если говорить не о сегодняшней ситуации, а в целом, какую работу безработным предлагает? Вот сейчас мы, давайте как раз коснемся, какие популярные, какие востребованные сейчас, ну, востребованные, наверное, профессии, направления. Ну, я немножечко об этом уже сказала, то есть, что у нас врачи и учителя востребованы практически всегда. Из года в год пользуются большим спросом водители автомобилей. Бухгалтеры различной категории у нас тоже, ну, конечно, в зависимости от собственной квалификации, но довольно легко трудоустраиваться. Если квалификации не хватает, то мы переобучим, чтобы навыки необходимые дать гражданину. Также рабочие, которые, работы, не требующие особой квалификации, требуются постоянно. А есть ли вакансии, которые предусматривают вахтовый метод или вот только то, что касательно нашего региона? Есть. Вакансии, которые на работу вахтовым методом у нас всегда имеются. У нас есть даже целый раздел на сайте, который называется «Трудоустройство в других регионах». И в этом разделе мы публикуем вакансии наших коллег из Российской Федерации. Там, где привлекаются работники из других регионов и в отдельных случаях там даже предоставляется какое-то жилье. Можно как переехать, так и работать вахтовым методом. То есть поехал, поработал, вернулся. Поехал, поработал, вернулся. Да. Но есть, я так понимаю, вариант найти работу в другом городе здесь. Живя здесь, в Ставрополе, найти работу в другом вообще городе. Конечно. Если такое желание есть, общая российская база вакансии доступна во всех службах занятости. И портал «Труд всем» — это большая база вакансий всех центров занятости по всей Российской Федерации. Ей можно воспользоваться как самостоятельно, а так могут помочь наши сотрудники, если имеется такое желание. Условия для того, чтобы получить дополнительное образование, переквалифицироваться, как это сделать, какие нужны документы, что для этого нужно и какие условия? Ну, достаточно состоять на учете в центре занятости, либо в качестве безработного, либо воспользоваться одной из дополнительных программ, которые мы уже не первый год реализуем. Это образование женщин, имеющих детей, образование лиц старшего поколения, 50+. Вот так. Какой срок рассмотрения заявки оформлено дистанционно? И какие документы нужно предоставлять? Отличается ли он от обычной заявки, как вот оффлайн мы подаем? Срок ничем не отличается. На рассмотрение этой заявки отводится 11 дней. Но опять тут нужно разделять заявление на содействие в поиске подходящей работы и заявление на назначение пособия. То есть регистрируем мы абсолютно всех и в день поступления этой заявки. То есть если заявка у нас поступила, то гражданина мы так или иначе зарегистрируем. А вот насчет назначения пособия, я уже об этом говорила, на рассмотрение этого вопроса дается 11 дней. И этот срок ничем не отличается от того, как если бы гражданин просто пришел бы в центр занятости. Там тоже отводится 11 дней. И надо понимать, что эти 11 дней они отводятся на попытки трудоустройства гражданина. То есть мы должны посмотреть его документы, мы должны сравнить имеющиеся данные с нашей базой вакансий, найти там совпадение и попытаться гражданина в течение 11 дней трудоустроить. Если это удается, замечательно. Если нет, то тогда назначается пособие по безработице, и вся эта же самая работа продолжается. И дальше там рассматривается более детально все входящие условия, то есть какое образование у гражданина, какие у него навыки самопрезентации. Тут уже такая более тонкая работа начинается. Нуждается ли он в каких-то дополнительных услугах? Может быть, это психологическая поддержка? Может быть, социальная адаптация на рынке труда, которая заключается в том, что мы учим наших людей, как себя правильно презентовать перед работодателями для того, чтобы им легче было трудоустраиваться. Ну вот и так далее. И так до момента трудоустройства. Ну, я так понимаю, помогает и составить правильное резюме? Конечно, конечно, конечно. Это является частью услуги по социальной адаптации на рынке труда. А поскажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас обстоит в сельской местности с трудоустройством? В сельской местности есть у нас свои нюансы, и они ничем не отличаются от других лет. А именно в сельской местности у нас ситуация на рынке труда имеет выраженный сезонный характер. И эта сезонность связана с тем, что та работа, которая в сельской местности больше всего, а именно работа в сельском хозяйстве, она в основном в весенний-осенний период эти работы проводятся. И вот в это время трудоустроиться легче. В зимние месяцы трудоустроиться сложнее. А больше ничем не отличается. Ну, скажем, так как сельская местность в основном завязана на сельском хозяйстве, поэтому она в сезоне работа в основном. А если такие случаи, вот сейчас из города в село люди переезжают работать, вот связанное с работой сельского хозяйства. Не наоборот, как все стараются, из села в город. Ну, мы как раз таки у себя видим наоборот. Потому что молодежь у нас приезжает учиться в город, и многие хотят остаться в городе потом. Скажите, увеличилось ли число обращений за последнее время в условиях, когда предприятие... То есть мы этого уже все-таки касались. Вот сейчас подробнее попробуем. Многие организации, особенно индивидуальные предприниматели, вынуждены были закрыться. Сказалось, что рост обращаемости как раз таки наиболее значительный был за счет людей, которые никогда не работали и никогда не обращались в службу занятости. Просто если сравнить цифры на аналогичную дату, там, прошлый год и этот год, то получится, что вот, вернее, прошлый год и позапрошлый год уже, да, правильнее будет говорить, то получается, что у нас вот количество граждан, если смотреть срез безработных на определенную дату, вот именно этой категории почти на 8 тысяч процентов увеличилось именно численность граждан, которые ранее не работавшие и впервые ищущие работу. То есть они до этого даже в службу занятости не обращались, потому что не нуждались в трудоустройстве. И наибольший рост произошел именно у нас за счет этой категории граждан. Которые у нас уволены из предприятий, там цифры, они сопоставимы с годами, которые были раньше. Они, конечно, увеличились, но не столь значительно. Но, скорее всего, люди сами, наверное, переходили в другие предприятия, пытались найти. Были другие ситуации еще. Вот надо сказать, что в прошлом году, в летние месяцы, максимальный размер пособия значительно увеличился. И категория граждан, которые лишились работы после первого марта, они получали, во-первых, максимальное пособие по безработице в размере 12 130 рублей. 12 130 рублей. И плюс этот размер пособия по безработице увеличивался на каждого несовершеннолетнего ребенка на 3 тысячи рублей еще. То есть гражданин, который, гипотетически я скажу, где-то работал, получал не очень большую зарплату. Особенно это было у нас заметно как раз таки в сельской местности. Там у нас уровень зарплат не очень высок. И плюс имел еще ни одного несовершеннолетнего ребенка. Получалось, что пособия по безработице выходили и 18 тысяч, 21 тысяча рублей. Чисто экономически этим людям было выгоднее уволиться и какое-то время состоять на учете, получать пособие по безработице. Такое явление тоже наблюдалось в прошлом году. Потому что, во-первых, размер пособия на детей уже не повышается, начиная с этого года. И повышенные выплаты, они в октябре месяце прошлого года, они завершились. Сейчас пособие по безработице назначается в соответствии с законом о занятости. То есть так же, как и до пандемии. По тем же правилам. То есть условия получения пособий такие же будут и для матерей, которые были в декретном отпуске. И, грубо говоря, в 2020-м пришло время выйти на работу. Но так как сложно, они встали в центр занятости, и они будут получать такое же пособие. Одинаковое. Такое же, как человек. Ну вот, как человек. В прошлом году, скажем так. Единственное, только размер пособия по безработице изменился. У нас размер максимального и минимального пособия по безработице ежегодно назначается постановлением правительства. И вот на 2021 год максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей. Но получать его можно не более трех месяцев. Следующие три месяца, если гражданин там имеет необходимый стаж, он будет получать уже 5000 рублей. Минимальный размер пособия по безработице составляет на 2021 год 1500 рублей. И чтобы понимали, да, кто получает максимальный размер пособия по безработице, кто минимальный. Граждане, которые вот как раз таки длительно не работающие, вот за счет которых у нас в прошлом году очень большой прирост обращаемости произошел, им теперь назначат только полторы тысячи рублей. А в прошлом году им назначали 4500 рублей плюс 3000 на каждого ребенка. То есть получается выплаты намного меньше и соответственно, наверное, мотивация будет пониже. Понятно. И вот еще хотелось бы уточнить, насколько активно обращаются к вам работодатели и как быстро жителям края удается найти работу вот благодаря этому. Работодатели к нам обращаются активно и мы свою работу стараемся строить так, чтобы работодателям к нам обращаться было максимально удобно. На нашем портале интерактивном, который ставзан.ру, многие его знают, созданы специальные интерактивные сервисы и работодатель, используя логин и пароль от портала госуслуг, может завести у нас на сайте свой личный кабинет и оттуда они к нам передают сведения об имеющихся вакансиях. Это очень удобно. То есть работодатель сообщил о вакансии в своем личном кабинете, там через полчаса буквально она оказалась в центре занятости и мы соответственно начинаем подбирать соискателей ему и выдавать направление на эту вакансию. Лила Гирихановна, огромное вам спасибо за интересную и познавательную беседу. Мы желаем, чтобы все, кто к вам обращались, нашли свое место и трудоустроились, конечно же. Спасибо и до свидания. Дорогие друзья, я напоминаю, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня разговаривали о трудоустройстве населения в Ставропольском крае. Меня зовут Роман Выстароп. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире своего ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова